здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня у нас очередные планы на осень девчонки снова наш любимый брюнелла кучинели смотрите что он нам предлагает один единственный узор и три вещи по этому узору сейчас я вам их покажу покажу схему этого узора покажу по петель на узор и мы с вами решим что же мы хотим к осени вот первая вещь как вы бежит и видите ли листается у вас это был жилет девчонки вот этим узором вторая вещь смотрите кардиганчик с пайетками вот такой вот интересный видите здесь конечно плохо видно узор я вам оставлю ссылочки вы на сайте посмотрите внимательно и скажите мне свое мнение вот видите какую на одну пуговку три четверти рукавчик ну хотя это летний вариант вот джемперочек и желе мне кажется вот мне мне кажется нужно сделать видите стоит он 229 тысяч я так предполагаю брюнелла кучинели очень качественный материал поэтому такие цены ну и понятное дело цена за бренд мы же можем сделать сами вот смотрите вот джемпер жилет и джемпер у меня возникла идея он в принципе просто вяжется вот обратите внимание ну так мельком обратите внимание вот элегантно смотрится вот такая вот себе классика оригинальный узор но что какая у меня пришла идея мы его можем сделать два в одном то есть не вязать жилет и джемпер отдельно а именно сделать отстегивающийся рукавчик на молнии или на кнопках и я думаю вообще шикарная вещь получится вот просто как вариант вот что что думаете вот скажите мне пожалуйста будем уже начинать вязать на осень уже летом в самом разгаре топики вязать уже нет смысла концу лета а вот уже нам нужно как бы определяться с осенними моделями девчонки жду ваше мнение и показываю узор можем пока разбираться с лором а модели договоримся с вами и так девчонки сам узор я вот здесь вот так вот схемку свою положу и буду на ее фоне вязать потому что нюансов как бы тут несколько и я хочу их все на фоне схемы объяснять значит раппорт у нас состоит из 22 петель готовый значит рапорт вот отсюда и до вот этого лепесточка вот он по сути в этом рапорте я буду показывать вот отдельно смысле вместе вот этот сектор и вот этот сектор этот сектор у нас узор состоит всего из двух рядов тут заморачиваться нам не нужно а здесь состоит из 10 рядов то есть здесь я покажу одновременно буду вязать два вот эти вот узора чтобы вам показать ну а потом вы чередуйте то есть это по сути две вот полоски один узор второй узор и между ними смотрите по одной изнаночной они разделены одной изнаночной как бы кладью одной петлей изнаночной глади и так я набрала для образца 23 петли плюс 2 кромочные 25 петель и буду вязать вам вот эти в принципе две полосы значит первый ряд вот у нас одна изнаночная 2 лицевые накид 2 вместе лицевой вот я провязала этот как бы эту полосу вот она то есть вот этот полоса этого узора он накид 2 вместе лица 2 лицевые накид 2 вместе лицевой 2 лицевые накид 2 вместе лицевой вот она эта полоса одна изнаночная отделила я ее теперь вот это сама как как косичка вот это лепесточки значит 4 лицевые 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо и две петли вместе лицевой с уклоном влево вот так вот я их поверну после изнаночной глади там возможно не придется так 4 лицевые 1 2 3 4 1 изнаночная кромочная второй ряд по узору вот эту косу обратите внимание что узор здесь вяжется в некоторых рядах и изнаночных вот это коса вяжут вот этот узор ажурный вяжется и в изнаночном ряду так значит одна лицевая 2 изнаночные накид ой нет это же это же у нас коса 1 отсюда мы вяжем господи 10 изнаночных 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 лицевая теперь вот мы вот этот второй ряд этого узора который у нас последний 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночной далее 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночной все с этим узором мы закончили то есть первый ряд у нас две лицевые накид 2 вместе лицевой второй ряд изнаночные 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночной все и так два раза значит третий ряд я повторяю 2 лицевые накид 2 вместе лицевой то есть этот узор состоит из вот таких вот двух полосочек снова 2 лицевые накид 2 вместе лицевой этот узор у меня есть на канале уже давным-давно вот сам этой одной полосой значит здесь что у нас одна изнаночная 3 лицевые 1 2 3 2 вместе лицевой с уклоном вправо здесь у нас уже чулочная гладь не лицевая поворачиваем с уклоном вправо а здесь не поворачиваем 2 вместе лицевой с уклоном влево 3 лицевые изнаночная и кромочная так четвертый ряд изнаночные косу по узору 1 лицевая 8 изнаночных вот видите здесь у нас 8 петель хотя вот эти лепесточки у нас состоят из 12 петель сейчас следующем ряду мы будем добавлять ничего не боимся число петель сначала сокращается потом выравнивается эта полоса 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночной 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночной лицевая кромочная какой-то у нас ряд 5 изнаночная 2 лицевые накид вместе изнаночная то есть я повторяю вот эти два ряда постоянно 2 лицевые накид 2 вместе изнаночной и изнаночная вот теперь мы делаем первый накид в начале после изнаночной накид 8 лицевых 2 3 4 5 6 7 8 накид изнаночная кромочная 6 ряд изнаночной по узору косичку лепесточек так накид провязываем изнаночной изнаночной то есть у нас 10 изнаночных сейчас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 тоже накид лицевая здесь в изнаночном ряду 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночной 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночной и лицевая кромочная так седьмой ряд здесь у нас изнаночная без изменений 2 лицевые накид 2 вместе лицевой 2 лицевые накид 2 вместе лицевой и изнаночная лицевая накид и теперь вот смотрите теперь у нас идёт вот эти вот две крайние петли у нас уходят сюда то есть нам мы их сейчас будем как бы скрещивать и уводить в сюда чтобы сделать вот этот вот лепесток теперь вот здесь вот у нас одна лицевая накид накид и теперь мы вот эту петлю скрещиваем со второй но эту делаем поверх 2 1 поверх 2 провязываем лицевыми 4 лицевые 1 2 3 4 снова скрещиваем здесь у нас в конце вторая идет поверх первая она уходит вправо 2 лицевые накид лицевая изнаночная так восьмой ряд изнаночный здесь внимание в восьмом ряду мы тоже провязываем делаем узор значит 1 2 3 изнаночные теперь вот это она ведущие видите здесь в изнаночном ряду в начале у нас 2 идет поверх первой провязываем изнаночными 2 изнаночные здесь 2 идет за 1 наоборот скрестили провязали и 3 изнаночные в конце 1 2 3 лицевая здесь все так же 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночные 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночные 2 лицевые накид 2 вместе лицевой 2 лицевые накид 2 вместе лицевой здесь 1 изнаночная далее лицевые 4 1 2 3 4 здесь вот видите они ушли вот эти две петли сходятся по центру осталось 2 вот нам осталось скрестить в лицевом ряду первая поверх второй сначала потом вторая поверх первой и провязываем все они соединились все эти и 4 лицевые 1 2 3 4 1 изнаночная кромочная и последний десятый ряд этот лепесток мы провязываем по узору лицевая 12 изнаночных 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 лицевая 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночные 2 изнаночные накид 2 вместе изнаночные лицевая и изнаночные все девчонки вот он весь рапорт начинаем далее с первого ряда получается потом у нас вот такой вот узорчик понятное дело один рапорт не очень-то нарисовалась потому что не дорисовался лепесток вот он дорисуется в следующий раз сейчас мы находимся в этом месте да вот по итогу у нас получается вот этот вот красивый узор вот ну в принципе это все на сегодня девчонки смотрите думайте пишите нам нужно составить какой-то план все-таки на осень что мы будем вязать в каком формате мы будем вязать будем ли мы вязать подробно не подробно в общем вот так вот девчоночки а на сегодня все я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока